это маленькое предупреждение о том что в этом сегодняшнем дне я буду немножко грустная ну вот такой вот день выдался да я что-то не знаю ничего не могла сделать со своим настроением всегда хотела есть спать домой и все всем большой привет хотите прикол всем приколом прикол я встала 10 минут назад во время 720 я сегодня без завтрака все походы я начинаю сдаваться блин обидно конечно сегодня надо будет задержаться после учел потому что у меня будет еще занятия немного переживаю за первый менторинг это ладно потом по рассудим на эту тему ближе к времени меня будет уделен как обычно на 6 на 6 20 но я что-то его убрала а следующий у меня на 629 то бишь чтобы я уже шла на кухню в это время в итоге я его тоже выключила и следующий у меня был в 710 собственно на него я и откликнулась пипец я не покушала при том что я не особо-то ужинала поэтому я даже не знаю что брать с собой у меня ничего и нету возьму банан пока он все едобельный вот это я попала конечно не завтра надо будет нормально встать ты уже привыкла с утра кушать метель такое ощущение что мне будет живота раз час на уроке на двух до обеда беру рогалики три наверно осталось последний просто вчера как я и думала у меня видео будет прогружаться дольше но обычно когда я так говорю всегда что знаете youtube хочет подгружать подольше проверку устраивать поэтому так случилось в этот раз не будет три новые грамматики целых три новые грамматики вчера две были я кое-как поняла сегодня еще три она буду собираться и выходить надеюсь выйду где-то без двадцати ночью с 15 спать хочу я бы еще спала наконец таки я дошла осталось только подняться на этаж и все сейчас такую расскажу мне сегодня приснилась змея я что залезла в справочник снов я обычно вообще так не делаю чтобы понимали знаете вот так неожиданно особенно они сейчас не снятся последнее время а тут прям змея сколько их там было две но они были такие добрые я даже одной дала себя укусить типа на вот так вот кусни я так уж хочу вы знали в общем я все не переживаю за менторинг я хотела уже дома начать говорить потому что это считаете один на один с носителем вот полчаса нужно будет разговаривать надеюсь у меня получится и я быстро привыкну мне не будет так трепетно на души достаем словарик и садимся учить собственно потому что времени уже осталось сейчас скажу минут 20 надо повторить капец уже такие слова пошли что надо прям реально прописывать я вчера она прописывалась но сегодняшние слова которые будут я только вот как вчера говорила затронула лишь те которые чуть-чуть помню остальные прям вообще нет я тут даже перевод не писала прикиньте у нас большая перемена сейчас буду кушать но у меня проблемка случилась я какого-то фига натерла пятку я не знаю как это получилось одиноко одинокий одиночка я практически перекусила уже у меня осталось печенье конфета банан умела яйцо умела рогали последний капец я голодная я бы еще съела столько же наверно больше значит не позавтракать приучила на свою голову живут сложная грамматика на одну прошли прикиньте два урока прошло но мы очень много болтали на самом деле в начале один урок остался сейчас перемена вроде два крайне 2 крайне грамматики вроде так как нормально погоды выяснили есть они ушли а что-то меня притягивают девчонки с японии вот сейчас немножко поболтали ну как немножко минут двадцать наверно девушка с японии на четвертом уровне у нее мышь кореец но живет уже десять лет японии вот так прикольно я еще жду своего учителя но я не знаю можно мне заходить нельзя а ее забрали потому что тут места нету и они пошли на шестой этаж я не хочу на 6 я не люблю шестой этаж теперь так время уже 26 минут но можно попробовать в принципе за перейти и спросить пойдемте вместе я на телефон что делать мне кажется что тут парень который вышел он будет со мной сейчас с меня трипота сошло как и с него тоже вот так нервничал боже булочка как он просто реально не знал наверно что меня спрашивать и меня будет хорошо слышно я не буду снимать на телефон капец и нервничал но такая булочка он просто реально не знал наверно что меня спрашивать потому что я жестко тупила на каждом реально вопросе то есть они не задают вопросы как у нас учитель например задает там по какой-то теме урока вот привести пример а тут он тупо чисто речь обыденного человека который вот решил поговорить такой небольшой диалог в тридцать минут но мне понравилось что мы практически не пользовались переводчиком помимо некоторых слов как например скалолазанье и его на корейском не знала но она очень созвучно с английским сейчас не вспомню ну кто знает английский вы думаю уже поняли клеидинг что-то вот такое я сказал что да мне это нравится естественно я бы хотела попробовать рассказала что хотела бы с группой пойти на высокую гору чтобы можно было выбрать как-то сказать сложность полосы сказал что мне даже не смущает что там понадобится карабины и все такое но вот эти слова я смотрела в переводчики говорила тоже очень странно это я сейчас говорю хорошим предложением это у меня сейчас моя не понимать куда ставить глагол ой сейчас уже за два поэтому тут людей не так много потому что уже класса обеденные начали заниматься у них как раз таки с 14 до по что сейчас занятия с 2 до 6 я сейчас быстренько зайду в магазин фон плюс сначала дайте на него конечно надо возьму батон чтобы яйца желательно но пока терпит и напротив зайду в такой не до гараж где надеюсь найду банан если там не будет того схожу на рынок тоже быстро и домой ура сегодня он открыт мы можем купить хлеб буквально два эскалатора проехать хотя можно пройти еще время терять до сейчас возьму тогда быстро булку что-то как-то даже не знаю настроение непонятное вроде все хорошо вроде расстроилась немножко из того что плохо говорю да и грамматики не особо сейчас приду домой и как все по новой день сурка а сейчас с вами пройдусь там где я нашла печеньки которые вы мне сказали поискать фон плюсе которые мне по вкусу понравились я еще про конфеты говорила которые здесь были по скидке но они уже все переставили поэтому естественно их тут нет разная соуса супы нам нужен хлебушек я наверное его уже прошла да вообще в других рядах все у меня мозг плавится вот они опять мои любимые чипсы по чоннику вот они зеленая и красная у меня красненькая сейчас три с половиной вот что-то еще есть то же самое ой что я показываю ничего не показываю тут еще булочки мои продаются может взять одну сегодня съесть ну да тир тем более надо будет ты сама меня выбрала так и батон до 19 ну и нормально тут они все до 19 все идем на кассу больше нам ничего не нужно я немножко опускаю чтобы влиться прям так камеру не направлять на думаю вы понимаете разные раме он и мой любимый раме он 2 500 как это 2 500 чует моя опа что это 2 500 по какой-то другой карте не по той которая у меня есть потому что тут их оказывается несколько аля какая-то кредитная и скидочная ладно давайте просто запомним четыре штуки за 2 500 это мне очень дешево с клубничка раме она уже убрали но я знаю где он еще есть пока не очень хочу пробовать она пойдемте на кассу вот это же интересные конфеты на сникерс похожи на одного на кассу а прикиньте да мне только сейчас дошло что я могла сэкономить 200 вон но это конечно в том случае если у тех женщин есть булочка потому что в тот раз я подходила и у них там были в контейнере булочки за чоник а тогда я не взяла потому что я монетками не наскребла чоник ну ладно вы сами видели если камера конечно смотрела в нужном направлении что иногда я включаю не тот режим забываю мне не получается снять так сейчас посмотрим сколько они тут стоят 3 500 мы проходим мимо потому что на рынке есть дешевле а мне уже на рынок лените ладно давайте короче на этом все не пойду никуда сейчас сделаем убед нет я поднимусь на крышу гашевона там покушаю может сразу позанимаюсь не знаю посмотрим но погода очень хорошая на телефоне показывает 14 поэтому думаю самое то позаниматься на крыше еще и с ленмионом с холодненькой лапшой так чисто спокойненько посидеть наедине хотя может там тоже кто-то кушает почему бы нет давайте встретимся когда уже приготовлю все а то что-то когда еще заразитесь каким-то плохим настроением от меня может сейчас покушаю мне получше станет реально вялась какая-то не смеяться ничего не хочется не шутить вообще ничего я еще хотела на выходных посмотреть с вами фильм вместе но как оказалось твич ушел из кореи 27 февраля этого года то есть буквально вот недавно чуть больше двух недель назад ну почти три я вообще в шоке была не знаю по каким причинам еще не узнавала но там появилась сверху такая полосочка что обратите внимание твич ушел из кореи все ладненько увидимся на крыше надеюсь я добралась до крыши наконец таки планы кардинально поменялись у меня немножко поднялось настроение потому что я сейчас когда входила в гашевон уже подходила к своей комнате у меня висел такой пакетик я записала кружочек в telegram короче тут у меня подарочек от хозяев поэтому я сейчас кушаю не нэнмён а миокок я добавила сюда пару сосисок которые недавно покупала в магазинчике и буду кушать у меня прям знаете по царски еще и булочка есть сейчас вон момент вот она моя любовь с фасолью почему бы нет тут так офигенно вы знали легкий такой прохладный ветерок вид на здание здание на небоскребы чушь на здание сейчас покажу смотрите как офигенно вообще не душно от слова совсем собственно вот он мой супчик сейчас еще я перемешаю там намного больше водорослей будет видно это просто нямка недавно узнала что миокок как дается на день рождения но и беременные кушают знаете как это связано нам учительница рассказала буквально вчера на день рождения дают детям миокок только из-за того что у них как якобы идет ассоциация их первой еды то есть мама будучи беременной кушла миокок и вот ребенок который в животике он помнит этот вкус и поэтому вот собственно его преподносят на день рождения ай как я сейчас вкусно поем у меня с собой целая сумка с учебниками что мало ли если я не захочу спускаться ли мне будет ли мне наверное будет лень я просто покушаю достану учебники и тут останусь заниматься собственно почему бы нет да она всем приятненького аппетита реально вроде как-то повеселее стало конечно столько еды приводила это же не только мне миокок получается еще печеньки и еще яблочный сок как я поняла как-то так приятненько я вот не знаю пока может остывает мой супчик я съем булочку если что у меня так было всегда по жизни вот был торт был суп я могла съесть торт естественно этому никто не был рад все говорили что я все странно ем но у меня такое было поэтому ничего не вижу такой все равно смешается все в желудке встретимся как-нибудь попозже время сейчас уже почти пол четвертого как летит время отмена я ухожу в комнату оказывается сидеть тут и не так уж и тепло я уже вот так вот просто я все доела все было вкусно пузо набита так что все окей я не знаю почему на что-то как-то мне вообще все лень но в любом случае я сейчас буду учить потому что завтра аудирование сейчас как раз таки включу наверное послушаю аудирование которое завтра будет по любому она будет сложная прорешая предыдущие потому что я тоже там делала ошибки попрописываю слова да и в принципе на сегодня все чё еще могу рассказать больше пока ничего не происходит так что как-то вот так день какой-то знаете страны в принципе-принципе если подтолстовку еще какую-нибудь водолазку натянуть то довольно таки будет приятно посидеть но мне лень будет подниматься наверх не давайте так переиграем немножко я сейчас спущусь в комнату полчаса я себе по таймеру поставлю чтобы просто полежать но со словарем не с телефоном а потом я уже встану и сяду за стол буду уже прописывать аудирование слушать и все тому подобное но полчаса я просто полежу я не ушну мне спать не хочется вообще совершенно еще бы я сегодня завтрак пропустила я дрыхала а не на улице вообще прям класс у меня ассоциация такой погоды жалко что ее нельзя вот вам ощутить чтобы понимали о чем я говорю да а скольких вы сейчас слышали не хочу я разваливаюсь а скольких градусов я говорю но мне максимально напоминает погоду у бабушки вот прям максимально может еще поэтому не хочу уходить но когда ты просто сидишь не двигаешься ветер задувает в кофту и становится прохладно особенно вот в уши на улице вообще бесподобно если идти гулять вообще вау некоторые даже без курток сейчас уже гуляют там в кофте сверху такая маленькая это толстовочка на зипке и все 7.40 я сейчас наверно буду начинать склеивать кусочки только что дописала сеги на завтра мне очень нравится как у меня получилось потому что вышел полный лист прям целиком тут осталось буквально три квадратика получается я зашла за цифру 400 фокусируй без фокуса попробуй сфокусироваться ну поверьте там 400 я просто не вижу видно там или нет в тот раз когда я писала сеги вот это по второй главе я тупила я не понимала отчасти что я пишу сейчас я хочу найти этот кусочек хотя может я его и не найду я даже не знаю где он что-то очень давно было тут все вырвано мы когда сдавали естественно ребята будут сдавать с рабочей тетради а у меня есть распечатка именно этой главы мне даже повезло не надо было распечатывать повторно о я нашла ну во первых у меня она даже не зашло за отметку 300 очень мало чего написано не использована грамматика которая нужна но в общем я думаю есть разница да хотя завтра посмотрим там куча ошибок она пойду склеивать кусочки я реально что-то устала 5 непонятно от чего видимо мозг понял что он начинает прямо учиться в чем у меня такое настроение сегодня говнястые записала начало видео предупредить вас о том что у меня какое-то грустное настроение сегодня но она не грустная мне просто я не знаю как-то все лень что ли кстати говоря мне пришло сейчас но не сейчас а где-то пол пятого письмо с универа причем это не рассылка конкретно мне пришло что мой айди наконец-таки пришел в офис я его могу забрать кстати написали на английском но они пишут всегда обычно на английском тут все продублировали на корейском поэтому я думаю что это знакомый написал так скажем шутки 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 на самую сказать я склеила кусочки день получился маленький для особо ничего не записывала вот сейчас полдесятого я вот таки ну вот этот кусочек и наверно лягу чуть посмотри в телефоне и уже перед сном полистаю канадян словарик путь она еще раз прогоню аудиодорожки вот завтрашнем уроку все знакомьтесь это мне дима принес 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 хотела сказать но можно сказать принес до хренобус да его так и зовут можете прогуглить в интернете написав хренобус и вот вам выйдут разные варианты хренобуса моем случае это ешь моя любовь я с ним сплю да он очень очень удобно а там еще сплюх видите он реально сплюх потому что он всегда спит а в руках у него стаканчик молока знаете чё блин гу какао заварим one moment но все носил все может быть лучше всем приятненького пейте какао на ночь советуем пойду доклеивать кусочки не грустите если вы сгрустнули из-за этого видео не грустить я же говорила время будет быстро лететь говорила говорила мы следующую пятницу уже едем в парк а еще через неделю в понедельник у нас экзамен прекрасно так щас вместе с хренобусом всем пока всем пока пока и большое сердечко всем пока я устал я хотела хотеть на подработку все всем до завтра пока